Перед тем, как мы начнем разговаривать уже про доследование, я хочу подякувать фонд Фридель Хайберта за то, что поддерживать уже не третий, не шесть, а четвертый год, я уже сбился, сколько лет мы работаем с этим проектом. Мне дуже приемно с вами пацаваць и дуже приемна отчуваць какую-то подпрымку от вашего боку. Дякую, Кристофер, дякую, Тарас, особенно без тебя было бы дуже тяжко закончить эту працю. И требало так само пацаваць людям, які працавалі над дизайном, гэтага доследваня в сенсі оформлення, форматинга и гэтага далей. Гэтага людзе знаходяцца ў Киеве, і яны просто пад залпамі русскіх ракет працавалі над тым, каб паспець для вас падрихтаваць целкам готовую справоздачу. Вось, таму шыра удячны фонд Фридель Хайберта за допамогу. Гэта просто супер то, что вы робець. Так само треба три слова сказаць падякі маёй каманде, особливо Константину Нестеровичу, які сьогодні будзе презентуваць вам першу частку, перший разділ нашого доследування. Апроч, кості і мене над проектом працавалі яшчэ людзі, які пажадалі зустацца ананімнымі. Я думаю, вы разумеєцца, чэму так адбаваецца, улічываючы, на якуй тема мы працюємо, про яку країну мы з вами размовляем. Вось, і пакінувшы гэта паза намі, Костя, можна наступний слайд? Я скажу три слова пра методологію і перадам слово Костя. Гэта доследування мы робім з допамогой онлайн-паткет. Гэтым разам мы яго рабілі ў два этапы. У першым этапе мы пілотавалі інструмент сегментаційны, які падзяляе людзей ў нашым доследуванні адповедна з схильністю да таго ці іншыга національнага праекта. Ідэнтычна сегментація, так би мавіць. Мы улічылі тое, што нам казалі, вось, тую крытыку, яку мы атрымалі па выніках папярадні гэгоды, што ў нас было занадто шмат уваги беларускай мовы ўдзяляна ў інструментся, не было выказваняў пра гістарычная пэвная падзея і іншыя рэчы. Мы вось улічылі гэта. Першый этап доследування гэта был пілотаванні нового сегментаційного інструмента. Менавіта таму, што інструмент новы, мы і незможам наупростава параўнаць па меры гэта сегментаў, не глядзяць на тое, што вынікі атрымаліся даволі на такі консістентныя з тым, што мы ўжо бачылі. Ну, як гэта была наша гіпотеза, што калі мы дададім тое, шаго ад нас хацелі, то мы атрымаем падобныя вынікі, але ўсё адло, наупростава параўнанні немагчымыя, менавіта таму, што вось змяніўся інструмент. Так сама ў паперадніх частках даследування была пера рэпрезентаванная молдзь. Гэта рабілася ў пэвным сэнсі наумысно, але ў гэтым кодзе мы бы рашыли так не рабіць. Паперадніх раз, да параўнанні мы гэта чынілі пераўзважваннім, вось цепер мы прывелі квотнае задання для анлайн-панэлі ў станат паведны, вось, на сэнніску з 20 да 65 гадоў, то бог гэта так сама магло паўплываць на параўнанні. Я забігаўч наперад скажу, што ў нас будзе тут важныя параўнанні ў гэтым, ў гэтай справаздачы, пра памеры сэгментаў па палітычным конфликці. І вось каб вылучыць ўплыв зменны выбарцым, мы папрасіле да памахчынам Александра Казлова, я так сама хачу падякаваць. Гэта ліп дата сайенці злазвнешній експерт, які правў паўнаю колька статистычных тестов і параўнаў нам розны выбаркі. З яго да памогаў мы прышлі да вынік, да выснову, што змена ў мяновіта структуры выбаркі мала верагодна паўплывала на ты вынікі, які мы бачым. Вось, даследвання зроблена анлайн, табок мы не пратандуем нават на той, каб рэпрезентаваць сельскую мясцовасці, малыя гарады, з населніцтвам 20 тыс. вишэй. І літеральна слова пра фактар страха, таму што три разы паўна тым нас паўняцца. Мы ад гадона бачым, яго ўплыв, і он кажае наше вынікі, табок гэта кожны даследшы ка Беларусі, але ў нас ёсць таксама разумэння, што мы не першы годы даробі, што ў паперэдніх даследуваннях фактар страха таксама был. Вось, он был прасутны. Ускосныя, дапамога яких мы ацэнваеем, на колькі моцна ўну плывая, указываюць на тоя, што тлумачыць, не на ўта дынаміку, пра яку ўось Крыстафер сказаў ў своём выступе, толькі фактарам страха, на жаль, не выпадаюць, бо трэба шукаць нэйкі прычыны ў жыцці. І мы думаем, што гэта прычыны існуюць. Дагэта, да мы ўсчы дойдзям. Вось, і таким чынам гэта такія аб'єктывны ліміты нашага даследування. Собок пэвныя памылкі репрезентація тут дакладна ёсць. Мы не прэтэндуем на тоя, што гэта супер 100% карэктная модэль, якая супер падрабязна апісвае беларускай грамадства. Але гэта дужа карысная модэль, якая дая дужа добрая ўявленья про тоя, што ў беларускай грамадства адбываець. Вось. І тепе, шказавшы гэта, я задавальненьям перэдаю слава Константину Нестеровичу, який вам рэскажа пра ненавито идэнтычнаць, идэнтычнаць на аспекты даследування, націнаналю дэнтычнаць. Дякую. Всэм привэт. Я хочу присоединіться ко всэм благодарностям, которые озвучил Филипп, так же к пресс-клубу, который помогает организовать эту презентацию. И хотел бы ещё добавить, что в данной презентации мы расскажем только очень малую часть того, что мы наисследовали, поэтому очень сильно запрошаю всех смотреть полный отчёт. Там гораздо больше интересного, более подробного. А сейчас будем рассказывать очень быстро, чтобы успеть в отведённое для нас время. И я начну свой рассказ с особенностей национальной идентичности белорусов. То есть, как правильно отметил Кристофер, белорусское общество довольно поляризованное. И, соответственно, разные белорусы по-разному смотрят на то, что значит быть белорусом. И наш подход строится на идее о том, что в белорусском обществе конкурируют два основных национальных проекта. Первый — это российско-советский, и второй — национально-романтический. И эти проекты влияют на особенности национальной идентичности белорусов. И вот чтобы как-то количественно измерить эти особенности идентичности, мы разработали специальный инструмент. Он представлял собой набор высказываний, с которыми респондентам предлагалось согласиться либо не согласиться. И после математической обработки этих ответов все высказывания сгруппировались в четыре основных компоненты белорусской национальной идентичности. Первый из этих четырёх компонент — российско-советская — соответствует российско-советскому национальному проекту. И отражает такие взгляды, что Беларусь современная — это близкая к России страна, белорусская нация близка к России, и что современная Беларусь — это такая наследница советского прошлого. Вторая компонента соответствует национально-романтическому проекту и связана с такими представлениями о важности белорусской национальной культуры, языка и до советского исторического периода. И вот здесь я ещё оговорюсь, то, что Филипп уже упоминал, мы учли критику, которая была после прошлых волн нашего исследования, что у нас в белорусской компоненте слишком много концентрации на языке, и мы добавили много высказываний про национальную культуру, фольклор, историю и так далее, получили огромный список из 50 высказываний, провели пилотный опрос, чтобы протестировать эти высказывания, и вот оставили только те, которые действительно отражают особенности национальной идентичности белорусов. И вот, например, исторические темы, как фигура Кастуся-Калиновского или отношение Грюнвельской битвы, они, в общем-то, вписались в нашу белорусскую национальную компоненту. Также две оставшиеся компоненты, это национально-индифферентная, которая отражает такое отсутствие интереса к национальному, вплоть до того, что люди считают, что это что-то вредное, что там создаёт конфликты и приносит лишнее различие в наше общество. И космополитическое. Это приверженность к глобальной идентичности и мультикультурности. Вот это тоже компоненты, которые определяют то, как люди относятся к национальной составляющей, как смотрят на белорусскую нацию и так далее. Все эти высказывания, их получилось после тестирования 26 высказываний, мы использовали для сегментационного анализа и разделили всех белорусов на пять основных сегментов. В зависимости от того, какая из компонент национальной идентичности у них выражено больше. Первые сегменты — это сознательные. Для них, соответственно, гораздо сильнее, чем для других, выражена белорусская компонента, которая связана с национально-романтическим проектом. И также среди них выражена космополитическая компонента, то есть интерес к другим культурам, такая глобальная ориентация, что нужно знать и интересоваться тем, что происходит в мире. И одновременно с этим для них меньше всех выражена национальная индифферентность и российско-советские взгляды на белорусскость. Второй сегмент — это формирующиеся. Они в чем-то близки к сознательным, для них довольно характерна белорусская компонента, также довольно характерна космополитическая, на среднем уровне характерна российско-советская и менее характерна национально-индифферентная. В этом смысле формирующиеся находятся как бы между двух национальных проектов, между сознательными и советскими. Вот для советских как раз наиболее характерна российско-советская компонента, в то же время на среднем уровне характерна космополитическая и национальная индифферентная, и наоборот меньше всех характерна белорусская компонента. Ну и, соответственно, равнодушные — это те, которым меньше всего интересны любые национальные особенности, их идентичности. И последний сегмент, самый маленький, 4% в нашей выборке, это, в общем, люди, которые не считают себя белорусами, а считают себя россиянами. Поэтому мы их назвали русифицированные и выделили в отдельный сегмент. Но они также отличаются такой довольно сильной индифферентностью к национальным особенностям идентичности. Несмотря на то, что внутри нации существуют довольно разные взгляды на нее, на то, что значит быть белорусом, на нашу историю, на культуру, на самом деле Беларусь все-таки является состоявшейся нацией. Например, мы это видим потому, что для белорусов довольно важна эта национальная составляющая идентичности. Большинство из них заинтересованы. Вот мы провели такой эксперимент, задали вопрос в разных ситуациях. Человек находится там, едет в такси, на работе, дома с знакомыми. Насколько им было бы интересно обсуждать эту национальную тематику? И вот мы видим, что для большинства это довольно интересно и особенно интересно это было бы сознательным и советским, которые у нас такие наиболее ангажированные в национальные проекты сегменты. Кроме того, что говорит о том, что белорусы это все-таки состоявшаяся нация, это то, что есть такое устойчивое представление о типичном Беларуси. Это трудолюбивый, гостеприимный и добрый, добродушный человек. Вот это такие характеристики, которые наибольшее число белорусов считают, что они описывают типичного белоруса. Но кроме того, мы провели такой тоже небольшой эксперимент. Попросили человека просто случайным образом представить любого своего знакомого и описать, какие характеристики подходят для этого знакомого. Ну и таким образом мы получили реальную распространенность этих характеристик. И вот мы видим, что, например, терпеливый, то, что довольно большой процент белорусов считает, что абстрактному белорусу характерна терпеливость, на самом деле среди вот реальных и знакомых белорусов распространено гораздо меньше. Также, что говорит о состоявшейся белорусской нации, это то, что, в принципе, есть символы, которые объединяют всех белорусов. Прежде всего, это зубр, который просто в топе среди всех сегментов, независимо от других взглядов, белорусы считают зубра чаще всего тем, что вот объединяет нас как нацию общим символом, но также в меньшей степени, но тоже характерны большинству, в большинстве сегментов на равной степени, в равной степени это бусил, озера, васильки, то есть это те символы, которые, в принципе, в равной мере близки разным сегментам белорусов. В то же время здесь на слайде не показано, потому что они не вошли в топ-15, есть наиболее характерные для сознательных это бело-красно-белый флаг и погоня. В то же время для советских наиболее характерные это красно-зеленый флаг и например госпредприятие у нас там был БелАЗ то есть вот он есть он 34% среди советских это больше граждан чем сознательных и формирующихся то есть есть те символы которые объединяют всех белорусов и есть те символы которые больше характерны для разных сегментов. Кроме того среди белорусов подавляющего большинства довольно сильная эмоциональная привязанность к национальным составляющим их идентичности вот мы задавали такой вопрос насколько люди гордятся тем что они белорусы и мы видим что ну подавляющее большинство белорусов гордятся и особенно эта гордость характерна для советских почему потому что они больше согласны с существующим курсом то есть если разложить эту гордость на гордость за разные сферы то что происходит в экономике в политике и так далее то советские вот по многим этим сферам больше гордятся больше поддерживают то что происходит ну и соответственно у них сильнее эмоциональная привязанность к белорусской нации кроме того такая общая характеристика которая отражает сущность белорусской нации это то что белорусская нация довольно инклюзивная то есть это такая нация современного типа что это значит это значит что в белорусское сообщество в белорусскую нацию готовы принимать людей то есть признавать белорусами по тем признакам которые в принципе зависят от человека вот например чтобы человек сам считал себя белорусом чтобы любил белорус чтобы считал культуру своей белорусскую это наиболее такие распространенные критерии как распознать белоруса для белорусов то есть это такие вещи которые в принципе приобретаемые а не присущи от природы например человеку потому что внешний облик характер то есть те вещи которые такие более биологические очень редко белорусы называют как признаки белорусскости здесь есть еще интересные различия по нашим сегментам по особенностям национальной идентичности сознательные это такой сегмент который больше всех интересуется культурой вот для него важна именно эта составляющая язык культура это то что объединяет белорусов то что составляет как бы ядро белорусской национальной идентичности в то же время советские отличаются такой большей эмоциональной привязанностью к беларуси и это же выливается вот в то что для них очень важно что беларус это тот кто любит беларусь то есть такая эмоциональная привязанность к сообществу мы это видели выше на примере с национальной гордостью то есть советские это такой сегмент для которого эмоции очень важны в принадлежности к национальному сообществу напротив равнодушны это те для которых важны такие характеристики которые наименее культурно ангажированные наименее политически ангажированные например иметь белорусское гражданство это такая такой гражданский подход к определению нации когда нация строится вокруг государства и с таким акцентом на то что белорусы это те кто живут составляют часть нашего общего пространства живут в Беларуси имеют гражданство и так далее то есть такое максимально культурно нейтральное представление также мы спросили не только кого можно назвать белорусом но и кого нельзя назвать белорусом и таким образом мы выделили признаки которые являются обязательными для того чтобы считаться белорусами ну и опять опять же здесь вышли на первый план такие характеристики которые зависят от самого человека вот если он не считает культуру своей если не любит Беларусь и сам себя не считает белорусом то в принципе сложно такого человека назвать белорусом для самих белорусов и это опять же показатель того что белорусская нация довольно инклюзивная то есть обязательные признаки это не там происхождение что у тебя родители должны быть например белорусами то есть то что не зависит от самого человека ну и опять же здесь мы видим похожие различия по сегментам то есть сознательный это максимально такой культурно ориентированный сегмент равнодушный наоборот наименее культурно ориентированный сегмент и советские вот тоже интересно что я сказал про равнодушных что это такое представление о нации как сообществе которое строится вокруг государства по признаку гражданственности вот для советских тоже государство играет центральную роль нации объединяются вокруг государства но здесь имеет влияние такой политический аспект то есть у них они вот чаще считают что те кто не поддерживает действующую власть не могут считаться белорусами это очень маленький процент но это 18 процентов среди советских но это такая характерная особенность то есть вот характерно что для них важно политическая лояльность этому государству в отличие от равнодушных где речь идет о таком более нейтральном аспекте как просто гражданство еще к теме инклюзивности белорусской нации то есть к такой открытости к включению в это сообщество мы провели еще один простой эксперимент где проверили насколько влияет происхождение мы случайным образом разделили выборку на две группы контрольную экспериментальную контрольной показали описание человека который родился в Беларуси и в семье белорусов то есть его биологические родители это белорусы и экспериментальной группе мы показали такое же описание человека но только он родился в другой стране там случайным образом определялось это Польша Украина Россия Италия и континент Африка и в семье не белорусов а вот тех местных жителей в этих странах но в самом раннем детстве он был усыновлен белорусами и вырос в Беларуси и как бы все у него было хорошо и вот мы потом спрашиваем насколько вы считаете этому человеку будет характерно то что он любит Беларусь считает себя белорусом считает белорусскую культуру своей ну и так далее наиболее распространенные признаки белорусскости и потом сравнили вот такой получили вот средняя характерность белорусских признаков этому человеку сравнили между контрольной и экспериментальной группой и что мы получили вот первая линия это всего по всей выборке мы видим что здесь по шкале от 1 от 0 до 1 на 66 066 сотых пункта признаки белорусскости будут характерны для того кто родился не в Беларуси но зато больше статистически значимо больше на 70 сотых пунктов эти признаки будут характерны для того кто родился в Беларуси то есть простыми словами в целом для белорусов биологически вот этот аспект происхождения играет статистически значимую роль и мы видим что это различие характерно главным образом для равнодушных и советских скорее всего оно было бы характерно и для русифицированных просто русифицированных очень мало в выборке всего лишь 4% и там нету статистической значимости просто очень мало респондентов таких вот то есть в целом как бы для белорусов для некоторых для малой части происхождение играет роль если ты родился в семье белорусов то более вероятно что тебя будут считать белорусом что тебе будут характерны признаки белорускости но в то же время здесь очень важно отметить что это такой взгляд вот биологизаторский когда мы натурализируем идентичность как что-то данное от рождения он характерен для очень маленького процента белорусов и главным образом и максимум это 10% это просто потолок это эти 10% это различия в ответах по одному из вот этих показателей из вот этого списка любит белорус считает себя белорусом и вот 10% это было самое большое расхождение что 10% в белоруси для назвали да этот признак будет характерен для того кто родился в белоруси и в то же время не назвали что он будет характерен для того кто родился в другой стране вот то есть ну на самом деле конечно меньше чем 10% белорусов имеют такой биологизаторский взгляд в общем подводя итог к моему рассказу белорусы это состоявшаяся нация такая современная инклюзивная то есть ей не свойственны какие-то такие устаревшие можно сказать консервативные традиционалистские представления о нации в то же время внутри этой нации несмотря на то что для всех важна вот эта белорусскость люди гордятся быть белорусами и так далее внутри существуют очень разные довольно сильно поляризованные представления о том что значит быть белорусом что такое Беларусь и конечно эти представления идентичностные очень сильно связаны с политической позицией и об этом расскажет Филипп передаю ему слово я дякую об этом я пометаю Наталья вы не поправите к линиям мы хотели дать может аудиторию шанс Константину задать пытание колес так уважаемые дельники и дельницы кали у вас уже есть некие комментарии и пытания кали ласка можете их ахудшить и написать у чат у нас есть такая макшима кали пакуль я еще пытание нема я зараз поделюсь с посылкой на полную версию нашего доследования а зараз тады слова Филипп вам празягните кали ласка и думаю потом кали будет дискусия тады аудитория будет активной дякую так константин скончу дякую шыравы на гэтом месце киба на политычным конфликте так я паспробую по беларуску про его рассказать не глядяць на тое что презентация у нас по русскому описана дарэц забыл сказать что пратують волонтеры компании водна для того каб зарабить для нас якосные пераклаты на беларускую мову вот как я уже сказал працавали на русской и будзят готово на английской потому что редакторы создаватые якие працавали на беспроиздак doing это украине и они по нашему разумеют добро але р browser хиба не могут то беларуске пераклат будзят вараться особна олег будет выкладэн на сайте будет доступ Мы закончились на политическом конфликте в беларуском гражданстве. Конечно, про что мы говорим? Я уверен, что если вы были на презентации моих исследований, например, беларуского трекера «Пирамян», вы могли уже видеть эту категорию беларусов, которую мы поделали. Затятые противники, худшие противники, и затятые противники. Это такие аналитические категории, которые выделяются с помощью математического инструмента кластерного анализа. При помощи анализа ответов на вопросы про доверие к институтам, всех групп людей, которые вы видите здесь слева. На этой диаграме видно, как отличаются отказы по доверию. Тут доля тех, кто хочет талком доверия к группе. И выделяются две группы. Одна такая прадержавная, и это державные институты, эти люди, которые ставятся с довером до державных институтов. И одна такая супраць державная. Это люди, которые поехали в страны про переслед, недержавные меды и т.д. И сказано это питание про доверие. Мы выделяем несколько групп, которые ставятся с великим довером до державного и низким довером до недержавного и на оборот. Но почему мы поставили этот слайд? Тут нужно увидеть разницу между десятыми противниками и противниками. Десятые противники – это основа недоверного режима. Тут все очень ярко видно, что они очень доверяют всему, что было в 2020 и всем этим группам, и супер мощно не доверяют государственным институтам. Но эти противники – это люди, которые значительно меньшую позицию занимаются. И когда их сравнивают с мерными противниками, они значительно меньшими подобными на противниках. Особенно, когда мы скажем про довер на этих недержавных институциях. Мы далее поговорим, чему так может происходить. Но факт таки – в других исследованиях мы так само ведаем, что эти умеренные противники – люди, которые в меньшем контакте находятся с повесткой про демократичную руку, чем эти противники. И это так само может быть шаткой тумачения. Но ситуация такая. Про померы этих групп я особо не акцентую увагу, потому что я разумею, что мы тут можем и помыляться, и, как бы не делать таких ярких заголовков, я пропоную все-таки на внутрогруповые реляции сконцентроваться на их, а не на померах групп. Але розлица, помеж доверам вот этих и этих, мне падается довольно истотной. Потому что за эту группу демократичному руху тут ким часам придется долго смагаться. И, кажучи про эту группу и розницу между ними, мы сделали такой анализ динамики между 2022 и 2022. Мы видим тут проценты людей, которые имеют доверия до хоть бы одной из институций этих групп людей, которые вы видели на передних слайдах, на державных и недержавных. И, когда мы видим, что в 2022 хотя бы до одной группы, например, на одной кольцей людей мало ли, то в 2023 ситуация значительно адрозная от этого. Ну, я не буду... Откажусь широко, что когда мы это видели, мы просто думали, ну, не, ну, нужно проверять всем, акцемы варианты. Фактор страху, помылки у выбора, все на свете. Мы попросили внешнего эксперта прокомментовать это. Мы анализовали, была анкета, она была страшней, эти пытания некие, там, выкликали адмову респондентов в дельничество. Ну, я могу сказать, что в 2022 у нас 79... нет, нет, 80% дошло до конца, а в 2023 79% дошло до конца. А внешний эксперт проанализовал потенциальные изменения, ну, проанализовал эффект, потенциал эффекта, який могла оказать изменения выборки, про яку я сказал, и, ну, она довольно маленькая. То там у межах трех-четырех адсотков тлумачится вот эта динамика изменений выборки. То бок, треба шукаць причины у реальном житті, и мы думаем, что этих причин довольно много. То есть, спокусуюсь на двух группах по особку. То довердать государственных институций, мы казали про это довольно часто и у трекеры пирамин, например, что отчувается... Я разумею, что есть два основных чинника, я так думаю. Первое – это антивоенный консенсус, про який мы там далей паразмавляем, но это то, что существует в беларуске информация, это то, что фиксует каждое доследование. Вот, например, я бачу, тут коллеги с беларусской аналитичной майстерни, я не так само бачусь. То есть, что беларусы хочеть, чтобы войска беларуская было як мага далей от войны, и это статус кво, який им доводить беларуская держава беларусам, и он довольно приемлем, как бы можно так было сказать. то люди не хочуть, как беларусь утрачалася в войну, и люди бачать, что беларусь на довольно великой дистанции от войны, это дадает фактор довера. Иншый тот начинник это тое, что экономика хиба трошки там расте, растусь реальные заработные платы. У нас у справоздачы довольно проанализовано с посылками на коллеги экономистов, які работали по исследованию экономичного в Беларуси. Але варта значыць, что вось людзи у апытаннях, які замовляя, наприклад, бюрок, отказуюсь про паляпшэнне экономичного стану, навыц, калі экономичный стан не той, как супер палепшылся, а просто не пагоршылся. Мы думачем гэта тым, што люди моделююць для сябе ситуацию, што вось магло бы быть значна горш, міннавіць потому, што люди разумеяли про пачатак войны, про пэвный кризис, звязаный з гэтым, про катастрофу, яка отбывается в Украине, про то, я вось, што у Расія, особливая мобілізація, то людзі просто зменшали своя чаканье адносно стану своего життя. И гэта тумачить довер до державных рук. Ну, што тумачить падение довер до недержавных рук. И гэта тое, што для меня, як для доследчика, паказывать, што магчым мы уже инструмент трэба мяняць. Вось, мы бачым, што калі з людьмі размавляеш, гэта було у іншым нахерунку працанашы, не у гэтым доследвані, але на звязаную тэму, гдя мы теставалі той самый инструмент, мы робили гэдин интервью і розмавляляли з людьми про гэтым инструмент, як я не гэго розумяюся. Наш инструмент давіра до недержавных груп, он значны часты побудаваны на ідеї 2020 года. Вірагодна для людзей у Беларусі 2020 год уже доволі далёка застауся, вось гэта ўжо супер неактуальна, і цобок пытаць ў людзей, які не трапляюць ўсю групу ярыя зацятая працюнікі, дзе ўсё высока з давіра. Про давіра людзей, які ўдзельняшыли у падіях 2020 гэта даволі падобна, як пытаць, напрыклад, ў кагості з нас про давіра ў дзельніков протэста, для красоты аргументу просто скажу, даволі трыццэт лєт розніцэ, як пытаць пра давіра для ўдзельніков протэста, напрыклад, 90-х годах, 2006-х годах, 2001-х годах, гэта пэлнай ступені не дужа релевантна, табок, гэта адна часты тлумачэння падзеня давіра до недзаржавных груп, другая гэта тое, што, ну, ўсё ж такі людзі з'яжжаюць, які гэтым недзаржавным групам давяраюць, даволі в вялікіх колькастях гэта ўдзельні з'яжжаюць, гэта можа ўплываць ў ў тынсну ліку і на тое, награгодныць патрапіць до наші выбарки. Вось, і даволі важная істотная рэч, гэта інформаційныя стан. Вось, большість беларусаў знаходзіцца ў інформаційным полі сії беларускім дзаржавным, сії російським нават дзаржавным. Вось, знаходжэнё ў гэтым полі яно недапамагаў дзаржавна група, сабліва ця рот не суперпалітычна нагажываных людзей. Вось, і таму мы назіраем вось такую картіну, дзе амаль ва ўсіх групах, вось, асабліва вось в гэтых групах, іде рост да веру дзаржавных конституцій. Вось, прразмавляем три словы пра идэнтычнасныя складнік пра идэнтычнасныя складнік поліпалітычнага конфлікта. І он даволі істотна, таму што тут як мы бачым асновай груп зэнцятыя працівнік і яры прыхильнікі з'являюцца вось тыя идэнтычнасныя сегменты пра які, казаў Константин, сазнацельныя і савецкія, свядома і савецкія. І яны з'являюцца ядрамі вось сваіх сегментаў, гэта даволі істотна. Чаму мы пабачым далей, калі будзем пра эмпатую, таму што гэта свядшыць о кардинальна розных поглядах на Беларусь, на тоя, якой Беларусь мусіць быць ў будучынне зараз. І, на жаль, гэта з'являецца даволі важныя частка конфлікта. Тобок я думаю, няркую, як даслежа, што палітычнае тут даволі, ну, яно з'являецца працягам идэнтычнаснага. І ў пэнной ступені для значныя частка вось гэтых двух сегментаў палітычнае, яно тако другоснае адносна идэнтычнаснага ў палітычным конфлікті. Вось. І, керой, гэта да эмпатую. У двох словах пра тое, што мы рабілі вось, адкуль взялась эта ідея. Не першы год мы кажам пра конфлікт, пра раскол, пра полярызацію, розны, чынам называяць, т.е. гэта пэстану ў беларускай ў беларускім грамасцві, калі полярныя вось гэтые сегменты, зацятые прыхильнікі, зацятые працівнікі, ядро протеста, бастіон Лукашэнка, ну, багато даслежыков маў розныя вымярэнні вось. Значна, даволі часто я чыл крытыку, што гэта ўсё даволі наноснояно, што гэта палітычна, што на самой справі людзі між сабой устанне паразумецца, устанне разабрацца, калі ў реальнам жыці гэта будзе б нешта адбывацца, то ўсё ж такі конфлікта може і не быць, таму што гэта палітыка, гэта сітуація апытання, ў якой трэба адаграць пэвную ролі ўсё такой. Тому гэтым разам мы вырэшэлі памярыць нешта психалагічнае, ось больш владінны, гэта мінавіта эмпатая, гатовнаць разумець іншага чылавека, гатовнаць ему да памахчы, гатовнаць паставецца да ёго адкрыто. Вось, што мы зрабілі? Мы узялі і метадалогію, яку яку карысталіся амерканскія даслэчы, каб выміраць імпатаю сярод свайго там палітычнага ландшафту, які там так сама даволі распола, там дэмакратычная партая с прахильнікі і прахильнікі республіканскай партый, і ёс там ты, я кого называць «индэпэндэнць незалежная», вось і як гэта людзя адзіндаднага ставяцца, гэта ўсё на сяне, мы выкарысталі гэту метадалогу. Што мы рабілі? Мы разделілі выбарку на тры групы. Две групы експериментальні і адна група контрольна. Адной группі мы паказывалі, гэта ўсё рандомно распрадзілялась, адной группі мы паказывалі сітуацію, ў які трапіў ў такую небезпешнуя сітуацію, там ці для свого жыцяць і просто непрыемную, ў адным три такі сітуація бала. Звольнення політичне матываванне, запаління лёгкіх і, вось тут не вакабуляра, канешна, забракує растяжэння ладышки. Што цікава? Мы вводілі для гэтых людзей експериментальны фактары. Напрыклад, ў експериментальны группі адзін чалавек бачу, што герой кейса гэта была случайным образам жанчына ці мусчына, што ёнці яна, напрыклад, простуділіся, атрымалі запалінні лёгкіх і яно можа даць ўспладненні там на сэрце, напрыклад, ці пацянулі ладышку, ці гузволінні спраць. І першы експериментальны фактары, мы праг герой кейса казалі, што ёнці яна праўляе ў нікві ступені рысы незгоды з улады, працяў супрацтэяні улады. Бел-чарва на белыстях дома, ці ўдзельні шалав протэстах 20-го году, ці шы. Другім експериментальны фактарам было, мы уводзілі адповедна той, што дома был чарва на зялёныстях, што ён хадзіў ў 2020-м на правласныя міцинкі. А ў контрольній групі мы не паказывалі нічога. І потым мы прасілі рэспандэнта да гэтага чалавека адказаць на 8 пытанял. Пагадзіцца з 8 выказыванямі, які замяраюць паты па основным паказнікам. Гатовунацць зразумець іншага, цапережывані і эмпатычный намер ці эмпатычный избегання. Вось, па два пытанні на кожных гэтаг намераў па 7-балній шкале. Ну і пасля мы ўжо просто аналізавалі гэтую сіпуацію, тубок мы аналізавалі эмпатыю да представнікоў інгрупы, внутрэнай групы. Гэта для людзей, які трапілі ў сегмент гэта людзі з другого експериментальнага фактора, червоно-зелёного, які выказываюць там прыхильны за влады. А от групай для такіх людзей адповедна будуть людзі, які дома маюць там бел-червоно-белый. Нейтральна група для ўсіх гэта тыя, пра кого мы не казалі, пра палітичныя погляд. Вось, і таким чынам мы маглі параўнаць ставлення да сваіх, ставлення да чужых і ставлення да нейтральна група. Што мы атрымалі? Гэта зводная така карціна. У велікай версіі справоздашы сіпуація нарасписана пра гэта експеримент. Я ўсім дуже раю пачытаць ягу, таму што там супер цікавы, супер падрабяць. Вось, але тут просто падсумуем, што, напрыклад, ярые працівнікі і ярые прихильнікі яны ставяцца даволі добра, даволі емпатычна да ўнутранай групы, супер неэмпатычна, на шкале ўнагода сяні гэта там медэянне значэння і ў тіх, і ў іншых ніжэй за чатыры, там близько троху, ніжэй за палову. Вось, да аутгрупы. Тобок, калі ярый працівнік улады некім чыном зразумея, што перад ўім ярый працівнік улады, ён будзе значна, значна меншымаверна, што ён праявіць емпатую нават, і вось там любога кшталту емпатую. Самая ажудасная, што нават разумей, да ярый працівніка рэжыма. Тобок, ярый працівнік рэжыма трошкі, вось здесь высшай узровень эмпатую, мінавіта тому, што гэта людзі могуць паставіць сябе на месца ярого прахильніка рэжыма частей, чым надбарот. Я мяркую, што гэта звязана з агульным, больш высокім узровням адвукациў, напрыклад, царод гэтай групы. Тут людзі ў прынцыпе більш космопалітичныя, більш адкрытыя, як Костя казаў. Вось і гэта уплывае. Але ўсё адно гэта даволе нізкі тут просто супер нізкі. І што далей, што нават борш, што сітуацію усугубляе. Гэта эмпатая, калі мы выключаем з групы ярые працівнікі і ярые прахильнікі вось гэта ядерные ідэнтычнасныя сегменты, тут савецкі, а тут свядомыя. Мы пабачым, што эмпатая да аутгрупы што эцца. Тобок, гэта конфлікт ён ў другую чергу палітычны, вэта дужа важна, ён палітычны і гэта важна, але ў аснове ляжыць ідэнтычнасныя супрэцтаяні двух національных праэктаў. Людзі вядома самі так не наркуюць, што існує два національных праэкта. Они самі сябе не называюць сознацельны, там, ці савецкі, яны, ну, так не лічыць, але ось гэтае два наратывы вялікі, яны існуюць, яны істотна важны для розных груп людзей, і яны ўплываюць просто нават на ўрэвіні ампат. Мінавіта пра таму мы робям такую давалі кепскую, непрыемную васнову, што як размавляць і як паразуміцца давалі, ну, пакульні мы не разумею. Мы не вядаем, што будзе. Калі думыць пра будучыню, напрыклад, вось сітуацію, ясто ўявіць, што вось ты, яхто выражае інтерэсы вось гэтэй групы, ярык, зацятых прахильніку, калі там Лукашэнка, напрыклад, просто знікне, Карпенкоу знікне, усе вось гэтэ люди знікнуць, і да улады магічным образом прыдуць Светлана Тихановская, Франа Твячорка, аб'яднаный пераходный кабінет, замяц парламента будзе кардэнацыйна рада. Што рабіць з вось гэтэй групы людзей, якая доволі значны ў беларускім грамадствы, і вось гэтэй групы людзей, які маюць просто кардэнальна іншыя поглады. Для них прыход да улады, я меркую, людзей з якім ближай вось гэта національна рамантычны нарады, і он будзе цяніх таким же эксэнцэнцайной заврозы і крызісам, як тое, што адбывацца зараз прыкильніками національна рамантычнына нарадыба ў Беларусі. І гэта мне падаецца гэта доволі сувора ситуація, яку я цяпер ўпэўнена называю расколам. Вось таму што ўзаемная непрыязнь супервысука. Филипп, так, я вымушэна вас трошкі перэвіць, бо так і паскорыць, бо ўнас яшчэш хацэліць каментар ад Лесі Руднік. І таксамы ёсць пытані ад нашай адуторы. Таму калі ласачка што пэць линок... Гэта такі быстрэ будзе ўжо падзел, таму што тут ўсэ ўсё бачылі. Вось я тут праста прыбягуць. Пра знешні палітычныя погляды паразмавляем. Тры слова літеральна. Першая гэта прарасіўскія настройя апічам. Вось тут мы бачым пэвную дынаміку. Гэта ўсё ад паведна таму што мы бачым и в иншых дасцэдуваннях, што людзе хочыць... На прарасіўскія настройя трошкі растуць. Прарасіўскія трошкі падаюць. Тлумачэня таксамы ёсць тамы што вось. Расія камунікуецца як адзіны адзіны саюзнік, на прыклад, ёвропейскі зэк камунікуецца як што-то, што хочын беларусаў пакрыудзіць. Франціў. Існуе значны адрознэня па між сегментамі, але значны адчасты грамадства ўсё яшчэ заховые запытна нейтральнаць паміж двумя сіламі, які тут ёсць, і нейтральна адчасты грамадства больсхільныя дэ гэтых поглядаў. Прадыкційна задаўм пытання пра інтэграцію, вось тут нічога амаль не змянілася, а 43% нам кажы, што ё патрымлюваюць, і мало хто разумее, што тако інтэграція. Вось тубок самыя пакулярныя опцыя – адзіная візова і парастора, і научно-технічнае супрацовніцтва – тубок нічога такога. Вось не аднац гэтых опцый апрроч научно-технічнае супрацовніцтва, ёно вось ўнац 50 перакрочыла, але большыць не набирае навыц паловы, ну і гэта ўсё ж такім межнародные супрацовніцтва, а не ажыданне паяднацца ў адду країну. Вось, ёдзем далей. При гэтым трэба розумець, ось ми вымяра́ля тэк самыя, шы ці людзі хочыць ў Гогаля, ну якая дистанция да Расіў, ось ми задавалі пытання, ці мусяць росіянні інтэгра́ваць ў місцову культуру. І на самоў справі адказ, што хучэй так, большасць запаловыць з тэх, кого мы апыталі, і гэта адбывацць на узроўні іншых країн, напрыклад, прэшым давалі тэк самы ад ліскіх країн, які бэлі ў каліці ў СССР, Узбекістан, ці Україна, ну і на ўгроўні Польша. Ёось пэвны адрозні ідэнтычнасны, тут сэгмент свядомае значна, значна шасцей лічыць, што людзі з Расіі мусяць інтэгра́вацца, сэгмент савецкай значна шасцей лічыць, што людзі з Расіі не мусяць інтэгра́вацца. Такая, ну а давалі адпэгадайваць наратывам або або двум пэбэжэм далей, паразмавляям трошкі пар Украіну, стан давалі цікавый, давалі протэвэрээ, ну і супрэць прэтвэрэчівый. Вось табок прапаганда, на жаль, вплывае на давалі велікую долю беларусов. Я так кажу, ацэнычна трошкі, таму што, ну, тут выказвані такі, давалі суворы, пра украинскі народ стал заложнікам находящийся во власці націоналістів і нацэйстів. Ну, задома, што інакже, чым прапаганды, я нават як дослідчую, така назваць не магу, таму, вось, але я значна частка беларусов схільна пагаджацца с такім нарратывам. І так само тут скажу, што вось тут фактар страха ў вогулі, амаль не уплывае, хто давалі несэнсэтывнае пытання для людзей, то Украіна, стан справа в Украіні людзям не зразумелы. Людзі думаюч, што вось гэты нарратыв пра нацэстов ваўладзе багата хто ліч, на жаль, што гэты права. Вось. Але, што тут цікава, калі мы кажам, напрыклад, пра народ, так, украинскі народ фактичаскі патрымлівае нацэстку діалогію, пазітывных адказов значны менш. То людзі, вось, гэтым нарратывам палітычным, які з савецкіх часов яшчэ запавався, якім, напрыклад, Лукашэнка багата перестаецца, што вось кераўністу вось кепскае, а народ добре. Гэта адпагадае масаваму сазнанню беларусу. Масава свядомаці. Пры тым, вось, што праціварячіве на самой справе, гэта тое, што, навад тыя, хто пагаджаюцца з гэтым нарратывам пра нацэу лічаць, што паляпшаць стан з країны, ўсё ж таки трэбэ багата хтога. Там, давалі, мы рабілі, там, просто аптікавы, што саратых, хто лічы, што в аўладзі знаходяцца фактична нацэсты, там, блізка сарака адсоцкаў каже, што, ну, трэбэ паляпшаць адносіны. Ну, гэта давалі така не паслядаўная карціна, якая ў людзей ў галавах, і я думаю, што гэта палкам нармальна, улічываючы тое, што, вось, беларусы жвуць ў такім давалі пацифістскім грамадцві, якое не хочеш не з кім воўаць, але знаходяцца значна пад уплывам прапаганды вось російська, якая паказвае Україну, мінавіта, ў такім стане, то така не паслядаўнаць, на жаль, з'являцца нормаў. Вось, як выглядае гэта супрацовніцтва, вось, толькі адзін та сотку каже, што, воглі не трэба нічога пагалічываць супрацовніцтва, вось, і частей за всього гэта такоў, так само, міжнародне супрацовніцтва, вось, гандыль, пагранічныя службы і гэтак далей. Вось, і трошкі пра вайну, ми задалі пытаўння ў вось, дадалі пытаўння, на колькі людзі воглі сочыць цітуацію, отрымалі стан, што, больш за палогу апатінах кажыць, што, не дужа сочыць і воглі не сочыць, і гэта давалі давалі паказвае добра тумачыць для нас ставлення мінавіта дз'яння ў російськіх воськ і да таго, які бок падтрымліваюць беларуск. Што бок. Мы бачыны, што до Украины ставлення такой супрацвечывы, багата хто лічыць, што Украина кіруецца не дужа добрымі людзьмі, а Расію до Расіі стан дзавалі добрый, гэта традиційна, гэта важная частка одного з важных беларускіх наратываў то натуральна, што ставлення до Расіі будзе такое вось, мы падтрымліваюць Расію. Тому што гэта такоя інертная сітуація, пра якую мы так само казалі. Вось, і уплывае на гэта так само тое, што, ну, людзі не сочыць, то симпаты давалі, ну, багата хто, больш за палову кажа, што немає симпаты. Тому ці затрудняць адказаць і немає симпаты дзав ні одного з боку. Вось, і што мы спыталі так само пра, што людзі думаець, які вось емоцыі людзі відшуваюць, давалі такі складанний експеримент тут вынікі, калі думаець пра армію Расіі ці Украіну. І мы тут бачым, што ставлення до вайны, яно так само дапалняець з гэтым ставленням до воськав, што самая галовная емоцыі, гэта такія давалі кепскія емоцыі. Говоря, печаль, насторожаність, ажыдання, жах, апасенія. Гэта галовна. Глубок гэта просто выплыває так само з'являцца его працягам. Далей, калі мы кажам пра адрознені, наприклад, там жо, калі аналізаваць сегментах палітычных і сегментах ідентичнасных, то мы бачым крышку адрознене ставлення до росіхта і до українськай армії, то свядомы, які ў гэтым сегмент трапіля, з надзея, там, наприклад, свасхіщення, доверія, признання частей ставяцца до українськай армії, і адповедна горшы, бог да росіхта і гэта так далі. Там ўсё давалі інлайн з агульым ставленням до конфликта. Ну і в існовы дзюжа худка вось ўсё, што мы казаля. Конкуренція національніх наратываў, але при гэтым Беларусі не можна казаць, людзі кажа, што ў нас нація там не пабудавана, будуюцца. Беларусь — гэта сучасная інклюзывная нація Беларусы. Але заховаецца гэта конкуренція, яка гядзе до палярызацій конфлікта. І давалі сурьознам конфлікта, які маніфістуюцца і на узроўні нават эмпаты Беларусу адзін да аднаго. Мы маем так сама пэвный рост даверуюць да державных інстіутаў, які фіксуюцца так сама ў іншых дахледуваннях, і недаверуюць да недержавных інстіутаў, які мы пратлумачылі вось. І ставлення до вайны Расії-Украины. До Расії гэта ставлення такоя давалі інертне, да Украины гэта ставлення падуплыбам прапаганды і непаслядовныя. І вайна між країнами выклікае толькі жах, толькі, ну, ўасновным негативныя эмоція, і ўплывае на узмасненні гэта консэнсусу, што Беларусь мусіць трымацца ад вайны як магадалей. Дякую, што паслушалі, і перапрашаю, што перапрошыл час. Дужі важны бува розтумаччі, што я мэл. Дякую. Т tego але дзякую, великий Филипп, дзякую великий Константин за презєнтацію, і я хочу представїть што леся Руднік, авторі дослідавяně запрасили директорку центра новых дей Alexandria Руднік прокоментявати выняті дослідавань і зараз я перардаю слово... Леся, кали ласка. Дякую великую. По-перше, дякую авторам. Я, конечно, буду пробовать обрать некие моменты, на які можно адраговать в межах короткого часу. Але головное, что тут варта сказать, что, в принципе, это доследование это такой комплексный, шмат узровневый анализ питания национальной идентичности, якого, будь сэм, бы крыху бракавала у белорусской доследшей просторы, бо каждый год это доследование становится мощней, большей, именно в этой причине, якова вельми цяшко прачытаць за один заход. Трэба шмат уваги до деталей и силы, как бы асэнсаваць все выники. Але мне падаецца, что особлива для экспертов, для журналістов, для доследчиков, для политков, это важное доследование в том же сэнсе, что можно звернуться до пэлных яго участок и спрабывать просто больше реалистично поглядзеть на ту ситуацию, яку мы сёня бачим в Беларусі. Бо таки комплексный падход до асэнсаванні беларусской идентичності, он демонструе не только то, что тут шмат аспекту, але так само, что беларусская грамадство довольно складанная само по сабе, як структура его, так и пытання национальной идентичності, які зусім з'являються нелёгкими для разумения. Тобок праз гэтая дадзины, яке мы бачим в доследованні, можна выучаць особные трэнды, стасунки унутри грамадства и стасунки грамадства с державой. Тому вельми рекомендуюсь гэтам узнайоміцца, навэт калі гэта некие выбрачные блоки, гэта варта докладна некая далейшая аналитычная праца, я спадзюся, что доследчики так сам падумаюць про ясча больше глубинное и такое больше развитие гэтага доследованні. Вось, а зараз я паспробую сфакусавацца на некалькіх тэзісах, які мне падаліся, ці моманты доследованні, які мне падаліся асабліва важными і ці асабліва цікавыми. Ну і знову ж такі, з мэтай экономі часу просто вельми коротка па розных участках гэтай тэзісы до розных участок адносіцца. Я пачну напевно з той частки, яку я для сібе так назвала портрет беларусаў як наці, тубок пешай шатка, яку я презентаваў Константин. Мне падаецца, што тут ёсць адзін адметны момант, можа быць, ата не центральны тэзіс, але мне падаўся ён даволі цікавым. І тут адметна то, што беларусы з'являюцца для беларусаў асэнсаванне сябе як беларусамі не звязана з биологічными характерыстакімі, але божь звязана, напрыклад, з месцам нараджэння, з некімі рысамі характеру і ў вогулі з рысамі, які не залежыць ад саміх беларусаў, ад тых, хто был апытаны ў гэтым даследаванні, і так сама важна тут паглядзець на то, што беларусы ў прінцэпе не асэнсавваюць адзін аднаго, як терпяліву ці міралюбіваю націю, як толькі гэта тычыцца персанальнага вопыду. Тому бак ёсць некі такі агульны стэріатып пра то, што беларусы терпяліва, міралюбіва, але калі пытанне здаецца пра непасрэдны контакт з близкімі беларусамі персанальны вопыт, то гэта хучэй неаправданны стэріатып. Вось, но той, што падкрэсливалі ўжо даследшіки, адзін з адказаву на пытаннех, каго можна ў вогулі назваць беларусаў, гэта варіант таго, што ў чалэка ёсць грамадзянства краіны, грамадзянства Беларусі. Так вось, калі паглядзець на групу свядомых беларусаў, то сарот іх найменшай колькасць тых, хто браў гэта варіант, то бок сарот іншых групаў нашмат больш падтрымкі гэта гэта варіанта, гэта лішцца важным, але сарот свядомых толькі 15% лішць важным маркером, таким аспектам прыналежнасті да беларускай нацянальнасті гэта наявныць беларускага грамадзянства. І тут не падэцца, што гэта можна часткова падлумачыць адбіткам гэта іміграціі, хваляў іміграціі, сяброў, знайомых, сваяков, яке можа буць в некій ближайшы часці, пра з некалькі год будуть спрабваць легалізавацца ў іншых краінах, але пры гэтым людзі, які адносяць сябе да свядомых ўнутры краіны, яны ўсё ж такі лішць, што яны не перестаюць быць беларусамі, імігруючы. І гэта важна, тому што мене падэцца падкреслівае то, што можа быць падзел сярод свядомых, пра якім кажаў, што з'ехавшы і ты, хто застався ўнутры краіны, можа быць ён на самреш не такі вялікі, бо для свядомых ўнутры краіны пашпарту ўсё ж такі не з'являцца централім маркёрам прынадлежнаці для беларускай національнаці. Другі моменты, які я б хацела звернуць вагу, гэта давярда адзержавных інстытуў, я думаю, што это адзін із такіх вось крытычных момента ў даследвяні, крытычных ў сэнсі не да даследчыкаў, а які падсвечвае крытычнаць сітуаціі, бо не глядзічына пэлны рост давяру дадзержавных інстытуў з боку ўсіх сегментаў, даследчыкі таксама служна значаў, што бош нізкі давярда адне дзержавных інстытуў і бош высокі дадзержавных, можна часткова падлумачыць факторам страха, але не толькі праз яго. Тобок фактор страха тлумачыць толькі частку павышэння гэтага давяру, але пры гэтым ёснекі іншай чыннікі, які гэтатлумачыць. І свядома застаюцца лецня адзіна і група, яка паказыва бош менш давярда недзержавных інстытуў, і бош за ўсё давяраюць тым, хто з'ехаў з країны праз палітычны пераслед. І для гэтай жа групы дзержава таксама мае наймечу плывовую ролю ў грамадзве, пры гэтым для ўсіх іншых трох сегментаў дзержава адыгрыва центральнуў ролю. Вось, і мне падаяцца, што калі паглядзець на гэты блок агулам, на блок пра стасункі дзержавы і грамадзва, то можна сказаць, што дзержава ўсё ж такі паступова, але вертая контроль над сітуаціў ўнутри країны, хоць і праз репресівныя метады, але мы бачым, што палітычна сістэма ў пэнным сэнсі ўзмацняцца. І, нажаль, як слушна ўже указалі дзэслэшкі, гэта атлумачца не толькі факторам страха, але таксама ўзмацнэнням паўнага дзержавныха контролю. І гэта мож быць не самы пазітывны трэнд, асабліва, калі мы думаем ў розреззі демократызація Беларусі. Трэццэй тэзіс з вязанццка конфліктам ў грамадзва. У даследванівось адна з апошніх часток, яку адзначалі, был такі важны тэзіс про то, што прыхільнікі влады найбольш моцна настроўная супраць сваіх апанентам, табак яны найбольш такі радыкальныя ўсэнсія да полюснаі групы да прыхільнікаў демократычных сілаў, ці працівнікаў влады. І ў той час, як працівнікі влады маюць таку меншу нэпраяздаць да прыхільнікаў, а гулам вастрыня грамадзка конфлікты, яна даволі высока, біновіта праз негативнае ставління і неразумэння сваіх апанентав, навпрост апанентав. І пры гэтам найбольш такі нейтральныя групы, яны схильныя, быцам да паразуміння, да емпаты, тоў, што бось Філіпп паказуваў на слайдах. Даслежчаки тут слушна звязываюць негативнае ставління ядра прыхільніка влады з уплывам дзержавных СМІ, дзержавной пропаганды, ў яких за пошні годы моцна радыкалізавалася риторыка, великая частка контэнту, пасутнасті, скіравана на таку вось варожас, на дискредытацію сваіх апанентав, выкарыстовыцца шмат хейцпіччу, шмат такіх брудных метадаў, і гэта можыць лымашыць частковую абвастрыння ўспрынятця сваіх апанентав сярод прыхільнікаў влады. Аднак прыхэтым, даслежчаки адзначаюць, што ў такіх умовах актывны діалог махчымы толькі паміж умеранымі групамі грамадства. Мне падаецца, што при вострым конфлікці гэтай дзве групы з боку палюсоў, то бок прыхільнікі і працівнікі ўлады, яны прасы не дазволіць такі діалог на нейтральніх умовах. Пакуль риторыка палюсных боков настолькі агресівна. Тому я думаю, што, нажаль, мае бы выводы, мая інтрэпрітація в усіх этых даззінах була б яшчэ баўш пісімістычнае, не пра то, што діалог махчымыся рот нейтральніх ціумераных групах грамадства, але пра то, што зараз діалог немахчымы. Нажаль. І пакуль не адбудзіцца вось это деэскалація пазіцій прыхільніка ў дзержавы, ў першу шаргу дэ радыкалізація ідеологічных установак, нават прай медіація вось гэтых умераных ці нейтральніх боков дысягнуць діалогу просто будзіць цяжка. Я пашня, на што я хацела б звернуць увагу, гэта стасункі з Расею і Украіной, гэта два асобныя блокі, які я просто тут аб'яднаю дзеля свого падсумывання. Му бачым, што палова грамадства ў прынцапі выступае за саюз з Расею. І палова за нейтральныя табакагулам, яшчэ палова за нейтральныя пазіція ці за саюз з Єуразвязан. При гэтым, калі беларусы ў запытываць про інтэграцію з Расею, тут даволі такія спрэчныя пачуцца узнікаць, таму што з аднога боку беларусы на пешым місце выбираюць навуку і технологію, аднак таксама на высокій пазіцій выходзіць такія чыннікі як па інтэграцій, як стварэння адзіной вайскавой сістэмы. І вось цікава, што на гэтым фоні таксама палова беларуса ўхочыць паляпшэня стасунках з Україны. У пешшу чаргу супрацовніцца пагранічных службов, гандэль і дипломатычныя стасункі. Ну і тут я думаю, што інтрэплэтація гэтай часткі, яна даволі простая, даволі зразумелая, хучэ за ўсё, што беларусы демонструюць праз гэтай апытанні, такія даволі прагматычныя пазіція. Тобок ёсць ставка на то, што трэба менш конфліктав, трэба, каб было зручна перасовывацца празмежы, трэба, каб былі сябровскія стасункі з розными краінами. І таму прагматычная пазіція па стасунках з суседзямі незалежна на пазіцію па вайне, тіпа геопалітычных преферэнціях. Одначасова беларусы хочыць паляпшэня стасункаў з Україны і таксама з гляжэнім з Росіей. Ну, то, што маем, то маем. Мене гэтае даследвання агулам яну мене спадабалася вельмі сваё глыбіній, але таксама, скажам так, натхнілася правды падумаць, што ж ў гэтай сітуацій можна рабіць. І, нажаль, тут трэба асобная дискусія дзель таго, каб гэта обмеркаваць, але агулам такі вось асадычык застаўся. Асадычык застаўся пасля асабліва минулаго года і паўных паказніков, яклі ёсць пра стасункі з дзяржавы, пра довер з дзяржавы да дзяржавы і пра ставлення да вайны. Вось, таму на гэтай пісімістычной ноті дзякую я шэ раз аутарам даследвання і прадаю слово назад Наталі. Дзяку, великі Леся. Ну, пісімістычна і не пісімістычна, але аж все ж такі за все ды можна нешта знайсці махчымаць для развіця. Будзім гэта так на гэта глядзець. Калегі, нажаль, ў нас не так багата часу засталося, таму я літеральна некалькі короткіх пытанням все ж такі агучу, бо аудыторы їх пісала і пра регістрація, і зараз. І таму маю пытання, пытання ад одного з удзельнікаў будзе гучаць так, яно накерована да усіх спікеров, хто з вас захочен айго адказаць. Ітак, пытання. Ці ёсць ў тендэнцях развіця національне ідэнтэчністі нешта нічаканая для вас, тое, што здзівіла як ў добрым, так і ў нэгатывным сэнсі. Вось за гэтаю дэнаміку, за гэтае три гады. 20-ый, 21-ый, 23-ый і вось 22-ый годы. Тендэнція развіця, які вас здзівілі, нікім вобразам, тое, што вам падалося нічаканым. Што вам падалося нічаканым? На самій справі, ну, мне заволіць для мене нічаканая резіліантнаць таго, як вось національна рамантичны наратыў, яго два з половы гады методична выдаў з країны наратыбу. А ён, вось, людзі, які маю зда ёго прыхільнаць, яны ўсё яшчы на месце, так бы сказаць, што ён не знікае, што ён прытягвае новых людзей, што такое. Пось, гэта адін, два, гэта тое, што мы пабачыли ў полной версіх правоздаць, што тут не было, вось мы не сказали, што был пэлны эффект 2020-го года на людзей з групы свядомая, яны до падзей 2020-го года мэлі такі даволі часам негатыўне ўявлення пра ўсіх астатніх беларусов, што давали ў адкрытых пытаннях, давали такі кепскі характеристики, негатыўныя характеристики. Адразу, в 2021-м годзі, мы доследували, сярод їх ў два разы колька з негатыўных каментароў ўпала, і я вось думал, што гэта не адкатіцца назад, але вось мы зараз бачым таку тендэнцю, што гэты эффект не веду як назвать, не веду пэраводнасці беларусу, ёнце ходзіць, патрошкі вось, то я думал, што да пэраводня гастану мы не вернэцца, але вось кэба адкатваймся патчуць чуць, але гэта тое, што мяне аддзівіла мяна віту націнальна бач за ўсё. Дзякуй, Филипп. Константин, Леся, махчам, ў вас ёсць, што дадаць? У меня нет. Ак Леся? Не, нападу, саш не, давайте. Так, і яшчы адно пэтаўння ад ўдзянніка ў чате, ці можна казаць, што касмапалітычны каштонасці ўласті вы ўсё такі всем рэспандэнтам з вылучэных вами катэгориў, топок свядомы, савецкі і гэтак далей? Я могу адвецць на этот вопрос. Дзіццьэць, да, дзіццьэць, касмапалітычыцкая компанэнта, она на давальна высокам ўрвне выражена в целом для всех сегментов, при этом она коррелирует с белорусской. То есть она одновременно характерна для сегмента сознательных больше, чем для других. поэтому нельзя сказать, что в равной степени для всех сегментов. Это скорее такая характеристика, которая описывает интерес людей к разным культурам, такую открытость людей. И вот это именно то, что характерно сознательным. Это сегмент с наиболее высоким уровнем образования, такой открытый сегмент. И поэтому я бы скорее говорил о том, что космополитическое это именно особенность сознательных, а не всех сегментов. Спасибо, Константин. Доброе. И литерально опошнее питание. Могчима уже и на блогу чин, али так подсумывать. Раскол у белорусским грамадств сильно поглубляется, все все таки застается на ранейшем узровне. И какие наибольш истотные змены отбылись за год у разумении белорусами своей национальной идентичности? В общем, как резюме, так еще раз коротко повторить. Давайте про раскол я, про идентичность Костя, певна. Доброе? Про раскол. Ну, довольно мощный был. Благодаря цию не смоцняется. На самой справе худшение. Потому что мне пытается, что довольно мощный разделение гэта слушная заувага на самой справе, что бывают такие эффекты того, что мы бачим у опыта таньях, гэта такая штучная ситуация для людей. гэта 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 транслюэцца ў нэки реальны акцы. Чому я думаю, што ўсё ж таки можна рабіць такі сурьёзны высновы пра простор для диалога, потому што ўявіць сэбе сэпуацію, ў якой пачнэцца гвалт, значна цяжэль, шым ўявіць сэпуацію, ў якой не пачнэцца даялога. Калі будзе актуалізавана ўдзельніка, 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 ўржымы, ўнапріць, ўсі працюўніка рэжымы, сітуація контакта з апанентам. Калі будзе зразумела, што перад табой чарвоно-зэлёны, так ты ў ўсіба к тому, што ўсі ізгода ўгод розными методами замираем, бачам даволі велікую соціальну дистанцію, то, што групы ўспрымаюць адна-адну, як пагрозу. Вось зараз з эмпатай разобраліся. Да нейтральні групы, калі мы экспериментальны фактор не ўводзім, то эмпатай амальны ў гровні і та інгрупы. І табок я меркую, што не глядзецчы на то, што макчыма, што гэта назіраєм нешто сурйозне, а доволі высоке. Вось, гэта пра розпові, он доволі мусний. А на кондзмену в идентичності костя піля вас? Про изменяне в идентичності я коротко скажу, що основні тенденції сохраняються те жі, вони продолжаються вплоть з исследовання, которое було проведено ще до событий 2020-го года, і вот спустя 4 года сейчас в принципі нарративи одні і теже сохраняються, вот эти два основних конфликтуючих взгляда, часть людей, которые этим не интересуються, часть людей, которые цяготят к обоим взглядам, но при этом существенные изменения произошло с 2021-го года, то есть когда ще сохранялся вот этот подъем 2020-го, сейчас он, конечно, снижається, то есть вот эти пророссийські нарративы, взгляд на Беларусь как часть вот этого более широкого российского имперского проекта, они становятся несколько более распространенными, но при этом в целом картина не меняется. дякую, Филипп, дякую, Константин. Редактор субтитров